это христианская каббала я прошу прощения христианская каббала это не иудейская каббала я не очень знаком с христианской или иудейской или послеве представитель христианской да несмотря на то что это псевдоним да это не его имя вы упомянули о том что вам интересно нумерология вот не на тоже интересно я когда беседовал с одним известным торологом и задавал ему вопрос по поводу ну карта нижнего мира они же имеют номера а если какое-то соответствие нумерологии вот не торолог этот говорил я этим не занимаюсь мне это неинтересно я только вот а вы делаете сопоставление ну к примеру примеру вот давайте посмотрим сегодня на 17 число на 13 число вот возьмите семнадцатый аркан имеет какое-то соответствие 17 аркан 17 числу хотя с другой стороны если мы сейчас все это просуммируем тогда у нас появляется одиннадцатый аркан вот скажите какой больше аркан соответствует сегодняшнему дню я объясню почему 11 или если вы сами но вы наверное знаете да почему 11 11 да так вот как вы что вы скажете по этому поводу какой больше соответствует ну вы знаете я бы скорее взяла за основу 11 а может быть даже свела бы его и ко второму сложив единицы но скорее все таки одиннадцатый ну ладно здесь у меня это какой аркан 11 смотря в какой колоде если в райдер вейт колоде это справедливость а если в марсельском таро это сила но я учитывая порядок райдер вейта который он который он ну не подогнал неправильное слово который он составил в соответствии с порядком знаков зодиака я учитываю его но все-таки я придерживаюсь марсельского таро хотя марсельская таро конечно тоже очень спорная и вообще зодиакальные соответствия появились только в 18 веке и ввел их это ила ну может быть я не совсем права он дежаблен до этой илы но это ила уже очень четко обозначил он переделал колоду и обозначил поэтому немножко сложно тут говорить о нумерологии арканов ведь даже есть предположение что старшие арканы не имели номеров первоначально и их можно было переставить на какое угодно место но сейчас да допустим 11 аркан если мы берем райдер вейта это справедливость то есть это равновесие это какой-то день достаточно несмотря на то что день равновесия справедливость она всегда достаточно жесткая история этого аркана или архетип этого аркана связан с фемидой богиней правосудия и также с притчей о соломоне который помог решить как законник двум женщинам вопрос о их ребенке чьим ребенком этот это дитё дитя вернее простите является они ссорились очень сильно перетягивая этого ребенка и соломон сказал ну тогда давайте его разрубим пополам и он ну каждая возьмет по своей половине тогда одна женщина сказала нет уж лучше пусть берет моя противница и соломон сказал ага значит вот это и есть мать потому что она пожалела этого ребенка справедливость она всегда достаточно жесткая и в ней есть и справедливость земная справедливость небесная она всегда ограничивает и урезает какие-то вещи звезда конечно дает надежду путеводная звезда хотя опять же в системе тылы она говорит о плохой погоде и так далее вообще она не является благоприятной картой справедливость она является аристотелевской добродетелью одной из добродетелей которые учтены в старших арканах таро и вот легенды с ней связаны да о предположительном разрубании ребенка эфемида которая судит по тяжести человеческой души то есть сегодня много возможно много кормообразующих поступков я знаю что вы любите это понятие кармы и я учитываю нумерологию дня считаю что он скорее относится к одиннадцатому аркану или второй вы говорите а? или второй или второй а второй или второй второй аркан ну конечно вы мне задали немножко каверзный вопрос потому что я не очень обращаю внимание на нумерологию дня в отрыве от всего надо конечно со своими всегда какими-то данными это сочетать потому что абстрактно день вот такой да но у каждого индивидуально он будет совершенно другим второй аркан это верховная жрица которая сидит у врага храма и держит соблюдает тайну держит на коленях свиток Торы Папеса Папеса да верховная жрица но здесь она верховная жрица у Уэйта Папеса она опять же в марсельском Тару скорее да она имеет под собой тоже историю интересную которая связана со строительством храма Соломона самого первого когда после окончания работ перед храмом сидел человек и в одно ухо ему мастера говорили свой пароль а в другое подмастерье и получали расплату за свою работу и собственно вот это человек который еще и раздает плату да в абстрактном и прямом смысле этого слова поэтому со справедливостью в этой карте есть определенное пересечение справедливость она отсекает лишнее а верховная жрица раздает только положенное и сегодняшний день безусловно он какой-то ну если говорить обо мне то он достаточно такой тревожный сложный и действительно сегодня было отсечение лишнего и почему потому что у меня общее число моё нумерологическое девятка и оно с любым числом дает всегда то число которое не прибавляет и да я почувствовала этот день так а вот смотрите вот у вас общее число девятка ну девятка с одной стороны вот люди которые рождены скажем ну для начала девятого восемнадцатого двадцать седьмого числа это люди которые рождены по ведической системе нумерологии там астрологии это марсиане девятка это марс ну в западной скажем астрологии это другая другая планета ну я все таки привык значит день вторник так вот это то что называется число души или число рождения как я это называю а есть еще понятие число судьбы или кармическое число как я называю вот у вас общая цифра все таки девять оно не может не соответствовать той дате когда человек родился то есть он родился там не знаю тринадцатого числа а суммарное число то есть это четверка суммарная будет девятка а есть ли какое-то соответствие можно ли это проверить второго какая более скажем главная цифра ну вроде бы как по идее должна быть вторая цифра она все таки кармическая но опять же смотря в каком возрасте находится человек считается что человек примерно до тридцати пяти лет примерно до тридцати пяти лет он в общем то живет и работает под руководством той даты когда он родился а потом идет вот та самая кармическая или число как его называют судьбы а если втором можно ли это определить есть ли соответствие вот с этой системой нумерологической и тарологической что ли ну коротко говоря я считаю что да коротко говоря да и если особенно учитывать что в некоторых колодах есть сквозная нумерация это особенно актуально и опять же я снова о своем любимом этой ле у него все абсолютно пронумеровано все сложено все вычтено и скажем сумма старших арканов дает сакральное число сумма всех арканов дает тоже сакральное число и в общем куда ни кинься везде нумерология очень хорошо работает в колоде она очень хорошо нумерологически продумана да по ней можно какие-то вещи такого рода определить есть мастер Алица Аршановская которая составила так называемый горшок нумерологический она записывает дату рождения человека анаторолог записывает дату рождения человека и день рождения днем рождения управляет один аркан месяцем рождения другой соответственно годом третий она из этого делает определенные выводы суммы складывает вычитает и сопоставляет с арканами я не могу сказать что это идеально работает но идеально не работает ни одна система нет правил без исключений но это интересно допустим кто-то очень любит эту систему я ее не пользуюсь хотя она очень интересная но меня допустим волнует да Феликс Петрович Ильдамунов то же самое но у него другая своя система он рассматривает большее количество арканов старших в работе ну в колоде как бы он считает что их больше и тоже по-другому рассматривает число судьбы число кармы и так далее я вообще люблю работать с младшими арканами потому что из их чисел видно в каком человек находится отрезки жизни например если у него очень много пятерок ну три хотя бы даже две он находится в состоянии конфликта с внешним миром он растет через этот конфликт и через боль если у него много тузов простите много девяток много тузов вы имеете ввиду все таки карты да я имею ввиду младшие арканы когда если у него есть в раскладе много пятерок у него много сейчас более конфликтов и так далее он растет он развивается ну девяток да он не застыл а скажем обрабатывает полученный ранее опыт потому что все девятки младших арканов соответствуют старшему аркану отшельник который находится в колоде коробках номером 9 или и вот так ясно ну вот смотрите вы сейчас упомянули давайте наверное последний вопрос я вам задам поскольку уже время и вы после рабочего дня это у нас только еще полдень у вас уже позднее время это уже можно сказать после рабочего дня несмотря на то да у меня было много программ которые провел но у меня очень много энергии поэтому я держусь эльза вот есть одна система есть другая система но есть еще человек который пользуется этой системой и это профессионал и он обладает не просто техническим пониманием и системой чтения карт а он еще и маг так вот наверное наверное вы коим вы являетесь вы выбираете наверное ту или другую систему в соответствии со своим со своей интуицией что ли можно сказать ну я выбираю ту систему которая синхронистична с моим пониманием мира нет ну данный вопрос это но я не говорю в общем и целом я говорю о том что человек приходит с каким-то конкретным вопросом вы же можете пользоваться и опять же нумерологией там вы можете пользоваться астрологией какой-то с колодой уэйта неважно ну вот что или вам трудно ответить на этот вопрос потому что все индивидуально от чего зависит выбор инструмента которым вы пользуетесь для того чтобы дать ответ этому человеку который у вас это задает этот вопрос я вообще-то пользуюсь в основном всего несколькими колодами поэтому если у человека вопрос очень обширный и повествовательный я беру большую колоду Ленормана мифологическую потому что там есть прямо вот глобальные сюжеты человеческой жизни или подобные человеческой жизни астрономические астрологические алхимические мифологические и у них есть некое развитие во времени если я если человек задает мне какой-то долговременный вопрос и достаточно глобальный я беру эту колоду смотрю тот фрагмент нифа который нападает человеку и уже могу предположить каким образом в какой парадигме он находится сейчас и примерно в какую сторону он будет это все развивать потому что у мифа есть начало есть конец и здесь более или менее все понятно если у человека вопросы деловые скорее всего я возьму Райдер Вейта потому что иногда я беру для этого да Райдер Вейта я возьму потому что я считаю что в нем довольно сильна мифология для каких-то любовных эротических вопросов у меня есть две колоды это эротическая таро Монара но я ее использую очень часто для изучения с человеком вопросов бизнеса я даже специально приспособила ее под бизнес потому что я считаю что у секса и бизнеса есть очень много общего но это мое мнение интересная точка зрения и на то и на другое я помню я знаю мы с вами беседовали еще в нашей первой передаче перед первой передачей о том что вы специалист в эротическом таро уж никак я не мог связать эротическое и все собираюсь как-то на эту тему поместилось но оказывается это связано еще и с бизнесом причем много общего есть конечно конечно а в чем именно конкретно ну я не буду говорить что часто брак называют узаконенной проституцией а проституция это коммерция поглотитесь да если мы говорим о браке и вообще взаимоотношения вот например сейчас как не посмотришь на малом оракуле или норман отношения мужчины и женщины выпадает часто карта крысы или мыши ну это в разных колодах просто немножечко с нюансами в каком смысле выпадают мыши это корыстный интерес друг к другу то есть современная жизнь она выдвигает на передний план какие-то бытовые вопросы и я понял давайте проверим что выпадет у меня вы имеете в виду таруманары или а я не знаю вам видней вы знаете что выбрать просто вы тогда озвучите вопрос у меня это на твоя у меня какое у меня отношение у вас отношение к сексу какое или мы сейчас говорим мы сейчас говорим не к сексу мы сейчас говорим наверно отношение к жене или там любовь inder к женщине майкл мне для того чтобы колоду монары принести мне надо выйти в другую комнату стоит ли это делать я могу взять другую колоду но она не я возьму малую ленорман возьмите если вы позволите потому что я вам позволяйте все полностью держу в другой комнате но я понимаю это вещи очень таки это надо держать в определенной комнате в определенном месте естественно мало ли ваше отношение нет но у вас совершенно замечательное отношение к женщинам и к жене дом скажем так вы любите с женщиной общее пространство да с женой это маленький человек достаточно ответственный да то есть для вас семья это один из толпу вашей жизни но это если брать именно ленорман потому что в другой парадигме ну вот не надо других парадигмах вы правы я я только парадигме смотрите вот вот еще одна семейная совершенно карта это что я достала это 20 аркан здесь архангел гавриил трубит в трубу и люди поднимаются из могил на суд но на самом деле изначально эта карта считается семейной потому что здесь изображен и отец мать и ребенок и кругом семейные могилы многие родовые всякие вопросы программы и так далее и получается что и по этой карте вы очень семейный человек вот если мы например возьмем это эротическая таро это да эротическая колода климта вам выпала абсолютно не эротичная карта вот я и смотрю что-то какой-то совсем не эротичная ваше отношение к женщинам я объясняю что означает эта карта именно в этом городе здесь изображена жена одного из очень серьезных миллионеров и промышленников вены начала 20 века соня фамилию я сейчас не воспроизведу не помню в общем это одна из жён промышленников которых изображал клим это женщина верховная жрица вы считаете что женщина должна быть очень умной очень образованно очень сдержанной очень спокойной очень мудрой и позволять вам жить своей жизнью но при этом быть вам поможет вот такое у вас отношение женщин по эротической эротическая колода права хотя с другой стороны если брать только первая часть из двух эротической колода то собственно говоря тут где здесь с одной стороны вы правы с другой стороны как бы все таки ну хорошо то есть я положительный персонаж я это обязательно покажу своей жене вы крайне положительный персонаж я сейчас задала вопрос как вы относитесь к сексу и выпала замечательная карта где молодая мать из картины климта три возраста женщины очень теплый человек да меня если бы меня в теплом месте прислонить то есть темной месте прислонить теплые стенки то со мной еще очень и очень можно было как говорил аркадий всякой вечера и поговорить в том числе а таро я вас дорогие женщины представительницы прекрасной представительницы которые я вижу у себя на экране из которой мы ведем сейчас эту программу это я вас благодарю вы так сказать пролили бальзам не на мою душу тех кто у меня там может быть знает и хорошо знает и я нам надо с вами поговорить скажем вот о последней части нашей программы отдельно потому что я полагаю так вот как раз таки эта тема не оставит равнодушных многих а то мы что-то какие-то там высокие материи там давайте поговорим о невысоких земные простые простых да я спросила своих слушателей и мне многие сказали мы хотим чтобы ты поговорила о любимом человеку о том как найти встретить любимого вообще вот это как раз вопрос достаточно интересный с моей точки зрения самый самый интересный дело в том что отношение нас с другими людьми оно обусловлено как раз таки вот нами то есть вот как нам относятся так и мы когда-то ведь относились то есть это то что называется опять же карма я каждый раз возвращаюсь к этому то есть мы заслужили каким-то образом что к нами так нам так относились плохо ли хорошо ли это уже так сказать так как мы это все делали вопрос практически вопрос практически вот к вам обращается человек и говорит у меня есть проект конкретно вам надо ли вам знать в чем состоит проект или вам достаточно начало у человека есть проект и он элементарно простой вопрос проект этот будет хорошим то есть он даст какие-то результаты или не стоит этим заниматься вам если он задает вопрос так то мне не надо ничего знать о его проекте я даже предпочитаю не знать часто фамилии своих клиентов меньше знаешь лучше спишь я предпочитаю знать поменьше потому что часто зная не больше я начинаю запутываться информации это фамилик очень сильно но есть случаи когда надо уже знать проекте больше но если человек ставит какие-то вопросы я ему отвечаю а он говорит это мне непонятно тогда я говорю но объясните поясните тогда что вы имели ввиду или какие-то подробности конечно надо для того чтобы хорошо наверное прогнозировать события связанные с бизнесом надо все-таки достаточно широко мыслить и много очень знать потому что уровень допустим у меня есть один клиент который обращается ко мне а его друг из учредитель обращается к бабушке молдавской которая гадает на бабах и отвечает очень ну типа того что да или нет и ничего больше никак не развивает свою мысль и уровень скажем общение у них на настолько разный с этим соучредителем что он так или иначе обращается и ко мне в результате она дает ему безусловно правильные ответы но он часто не понимает что да что нет как интерпретировать более развернутый момент ну а конечно с одной стороны хорошо знать много другой стороны это может мешать потому что медиумичность или ченнелинг как это меньше да хорошо не требуют я понял вас конкретно у меня есть проект или скажем разновидность проектов в проекте стоит ли заниматься этим проектом вы хотите чтобы я сейчас вам на этот вопрос ответить да или нет будет ли он успешно я знаю о чем этот проект одну минуточку достаем колоду иначе потом спать сложно сами сказали меньше информации легче спать будет ли этот проект удачным да это очень сильный проект можно сказать отчасти новый но с другой стороны возможно у него такая зыбкая почва если можно так выразиться или он ни на что не особо не опирается то есть он очень сильный но он может привести пропасть да если так можно вам не разница то есть здесь нужно очень высокое внимание и для этого проекта к сожалению нужны информационные какие-то вещи какая-то информация за которую отвечает здесь паш мечей но его можно вывести на уровень императора то есть стабильного какого-то бизнеса придать ему статус и дать ему красивое название и этот проект будет двигаться вперед конечно выглядеть он будет очень достойно по поводу его прибыльности не сказать сложно но он будет достаточно прибыльным это шестерка жезлов да скорее всего в нем не ожидается не предполагается больших неприятностей но из этого проекта вовремя наш нужно будет либо уйти либо его каким-то образом переформатировать или передать его развить и скажем в том виде в котором он начинался передать более молодым энергичным людям а самому уже соответственно просто координировать понятно ну я соглашусь с большинством то что вы сказали хотя я знаю чем естественно идет речь а вы не знаете дорогие друзья я сейчас обращаюсь к нашим радиослушателям телезрителям напомню что сегодня моей собеседницей замечательный торолог профессионал маг я бы так сказал причем не просто комплимент а я общаюсь с Эльзей уже какое-то достаточно с моей точки зрения времени хватающим мне сделать вот такой ну не комплимент а вот такой ну скажем стейтмент по-английски это вы знаете да у нас есть вообще-то перед началом и немножко побеседовали с Эльзой есть такое предложение дорогие друзья к вам с точки зрения Эльзы к ней уже обратились все люди с кем она кого она обучала и с кем она в контакте именно с просьбой включиться в нашу беседу то есть общение то есть хотелось бы не то что я вот скажем общаюсь с кем-то с представителем старого торологом экстрасенсом парапсихологом или просто просто психологом а чтобы дорогие друзья и вы в этом тоже принимали участие и задавали свои вопросы дело в том что ну по договоренности допустим со специалистом наверное в какой-то группе мы можем сделать какую-то такую группу где будет не только Эльза будет еще другие специалисты в этой же сфере люди которые пришли могли бы задать вопрос и узнать точку зрения одного специалиста и другого это было бы мне кажется интересно но не знаю можно это сделать группой может быть и закрытой вы ведь обучаете правильно причем достаточно серьезно вы обучаете методики гадания на таро или вы обучаете чему-то еще другому я многому обучаю я обучаю методики гадания на таро на оракулах на 5 или 7 колод которым с которыми обращаться я обучаю и я обучаю гаданию на кофе на кофейной гуще когда-то даже и на бабах тоже кстати но я сейчас этим не занимаюсь потому что каждую тему надо постоянно поддерживать любой из инструментов надо постоянно нарабатывать для того чтобы он хорошо служил а переключаться все время с одного на другое и немножечко теряется поток энергетически информационный но вот да я понятно я просто к тому что если поступать будут запросы от людей которые хотели бы или чему-то научиться то можно было бы я полагаю так организовать какой-то вот такой вот не знаю какую-то такую может быть школу если его найдется время или просто уже в рамках той школы которая она преподает просто подключается совсем другая аудитория ведь возможности интернета поистине не ограничены количество людей которые присутствуют на уроке они тоже не ограничены чем больше людей я так полагаю будет присутствовать тем стоимость возможно будет меньше потому что естественно мы же не только получаем и все на халяву как говорится мы получаем мы тоже должны что-то еще и делегировать в ответ отдавать хорошо сейчас я свое сердце отдаю вам благодаря вас за эту совершенно незабываемую программу и очень интересно поскольку они просто технические какие-то вещи а это мне больше привлекает вот психология и не обязательно таро психология человека где вот мы внутренние наше я присутствует во всем этом процессе познавания познания мироздания познания самого себя спасибо спасибо вам большое в завершение я просто полушутку полусерьез если вдруг захотите захочет кто-то обучаться у меня я же могу приехать это было бы замечательно мы кстати приглашали нет нет вопросов ну вот это интересный момент мы об этом будем говорить у меня вообще-то говоря масса вопросов но дело в том что мы сейчас беседуем в эфире все больше и у вас уже просто время я там могу мне было очень приятно и я благодарю слушать за внимание и вас за прекрасное приведение передачи на то что вы меня пригласили спасибо намасте намасте спасибо